Всем привет! Это самое вкусное шоу на нашем телеканале. Дело вкуса. Не переключайтесь. Три звезды Мишлен, пожалуйста, мне. Начинаем. Три потухшие звезды. Почему ты лезешь вперед? Ты-то знаток турецкого булгура. Вкусно не значит сложно. Следуй инструкции и все получится. Знаю по своему опыту. Эксперт Светлана Солянкина. Чем сегодня удивим парней и жюри? Удивлять будем крупой булгур. Казалось бы, крупа и крупа. Нет, это будет вкусное блюдо. Причем два блюда из одной крупы. Юра Чернявский приготовит булгур, запеченный в баклажанах. А Юра Заяц приготовит булгур с шампиньонами. Что ж, булгур наши повара еще не готовили. Уверена, парням будет интересно, а жюри вкусно. Ребята, привет. Привет, привет. Так, раз. И два. Ребят, сегодня готовим королевское блюдо. Королевское? Да, у нас сегодня три королевы за столом. Ты про баклажаны, что ли? Да. Баклажаны королевские. Ну, только три. Ну, нет, ты четвертая будешь. Четвертая? Четвертая королева. Четвертая королева. Давай. Булгур с шампиньонами. Ого. Кстати, заметь, нарезанные. Шампиньоны нарезанные. Логично, что у меня булгур запеченный в баклажанах. Вот. Ну что, ребят, разбираем продукты. Каша. Королевская каша. Шампиньончики нарезанные. Вот знаешь, что я давно заметил, и наши телезрители, что ты настоящий халтурщик. Вообще-то не халтурщик, а везунчик. И прошу заметить, смотри, какое у нас сегодня изобилие томатов. Я не удивлюсь, если нам еще и придется делить. Или они оба мне достанутся. Так, а это у нас рис, да? А рис какой-то? Что за рис? Это булгур. Это булгур, Юрий. Булгур. Ударение. Булгур. Какая разница, булгур или булгур? Слушай, чтоб вкусно было. Как по мне, вообще, какой-то рис. У тебя все, рис. Ладно, поехали. Ребят, я вот не знаю, кому точно повезло, но вот у Чернявского, смотрю, обилие цветов. И баклажанчики яркие, и перчик. И что еще? Тогда все серовато будет. Ну, типа, да, неинтересно. Зато будет вкусно. Я уверен. Ты как филолог должен помнить эту легендарную фразу. Это буйство красок. Вот, понимаешь, это тот самый случай. Ты знаешь, я никогда так быстро первый пункт не выполнял, потому что у меня в первом пункте нарежьте шампиньоны в произвольном порядке. За тебя это уже сделали. Как быстро, Заяц, удивительно. Произвольный порядок. Вот так вот. Вот так. Это блюдо можно готовить как со свежими шампиньонами или замороженными. В нашем случае замороженные. Так, а теперь я, да? Да. Юр, с чего начинаешь? Первый параграф. У баклажанов срежьте верхушку, поместите в микроволновку на 50% мощности, 5 минут без крышки. Я думаю, надо начать с того, что мне должны объяснить. Что делать? Вообще, да, что это такое. Зовем Светлану. Да, браво. Браво. Юрий, хорошо начинаешь. Ну, и говорит этот человек. Твое блюдо будет запекаться в баклажанах. То есть это порция. Ну, теперь что-то прояснилось. Срезаем крышку. Два человека в жюри. Значит, у тебя вот так две порции. Теперь смотришь, неустойчиво, поэтому здесь подрезаешь немножко. И отправляем баклажаны, для того, чтобы легче было изымать вот эту всю мякоть, в микроволновку. 50% мощность, 5 минут, не накрывая крышкой. Прошло 5 минут, но мы добавили еще 2, потому что... Набросили, да, немножечко? Да, да, немножко. Вынимаешь мякоть, туда пойдет начинка. Угу. Ребят, вот мне интересно. Заяц даже не удивился того, что каша необычная, крупа, булгур. Булгур? Я с булгуром, кстати... На ты. Что касается булгура, я конкретно не в таком варианте его поедал. Это был более мелкий булгур, то есть дробленый, я так понимаю. Может, это был кускус? Это был не кускус, это был именно булгур. Это было блюдо чайкафте. Это турецкое блюдо, оно турецкое, курдское, то есть делается оно, вот этот вот, булгуру делается зажарка, потом все это перемешивается. Булгур, я так понимаю, запаривается. Потом вот так вот руками турки это все дело сжимают. Заяц знаток в турецкой кухне, верю. Казалось бы, булгур и специи на салатном листе, но настолько вкусно, я вот скучаю по этим временам. Юрий Чернявский, я поняла, что ты булгур принял за рис, просто темный, коричневый. Да, за какую-то некую его модификацию, или как там, сорт, вид. Не ел такое, да? Не турецкий парень ты. Я его, скорее всего, пробовал, да, но, как по мне, ну, рис и рис. Ну, правда, теперь я понимаю, что рис это вот абсолютно пшеница, да, а все-таки, вернее, булгур это пшеница, да, так. А рис это рис, несколько, и растет в другом месте, да, на воде. Кстати, абсолютно разные, да, я уже понял. Казалось бы, крупа, но, как бы, передача у нас идет, узнаем что-то новое. Вот именно правильно, Влада. Юр, как у тебя с баклажанами? Да, вот уже почти готово. Уже почти зачистил. Зайца не спрашиваю, там вообще. Я уже почти расправился с петрушкой, нарезал ее. Ну, чтобы не скучать, да, учитывая, что я балл за скорость точно получу. Может быть, еще заработать баллы на викторине? Сомневаюсь, что ты там что-то получишь. Давай попробуем. Викторина в деле вкуса. Первый вопрос. Какая каша является самой калорийной? Гречневая, перловая, пшеничная, манная? Манная. Принято, Юр? Пшеничная, конечно же. Не знаю, я почему-то подумал, что манная. Заяц. Ну, точно не гречка. Нет. И не пшеничная, и не гречка, и не перловка. Манная каша плюс балл Юрию Чернявскому. Вот он, манка Е. Без комочков, да, Юр? Угу. Обязательно. Я забыл, когда последний раз, кстати, ее ел. Я ее никогда не ел. С маслечком. Нет, не хочу уже. Так, второй вопрос. Не перебивайте мне аппетит. Второй вопрос, мальчики. От какого слова произошло название перловой крупы? Янтарь, бриллиант, изумруд, жемчуг. 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 Принято. Почему ты лезешь вперед? Перл, да. Ты кто? Жемчуг. Я первый сказал жемчуг. Принято, Юр Чернявский. Какие варианты? Заяц. Ты должен был быстро среагировать, это делать нечего. Ужас. Понятно, что это жемчуг. 2-0. Давай третий вопрос. Третий вопрос. Какая крупа в древнем Китае считалась священной? Гречка, рис, булгур, кускус. Рис. Принято, Юр Чернявский. Заяц. Кускус пусть будет. Хотя, возможно, и кускус. Но я сказал рис. И никому балла не достается. Вы что, сегодня готовите, мальчики? 2-0. Ну, это какую-то логику надо было провести. Мужская логика. Булгур правильный ответ. 9. 2-0. Придется отыгрываться на кухне теперь. Хотел вырваться вперед, а получилось вырваться назад. Ребят, я смотрю, уже можно, в принципе, идти на кухню? Да. Да, сейчас Юра еще дорубит этот чеснок. А что осталось сделать? Сварить, поджарить булгур, и готова будет наша королевская каша. Обжариваем булгур. Для этого в сковородку кусочек масла. Масло растопилось. И засыпаем булгур. 2-3 минуты обжариваем на сливочном масле. Зачем обжариваем, не знаю, но Света расскажет. Булгур обжаривают, чтобы раскрылся его ореховый вкус. А у меня овощи – это начинка, поэтому я буду ее обжаривать. Масло добавляем. И первым делом отправляем чеснок. Несколько секунд обжариваем чеснок. И сразу, следом, добавляем сладкий перец с базиликом. И завершаем добавлением нарубленных баклажанов. Баклажанов, мякоти баклажанов. И тушим до готовности. Мой булгур уже подоспел. Мы его обжарили 3-4 минуты, он был на огне. Теперь в кастрюлю пересыпаем. Выливаем сюда стакан кипятка. Добавляем щепотку карри. И чуть-чуть подсаливаем. Можно не чуть-чуть. Ну и готовим теперь булгур. Он в объеме должен увеличиться примерно в полтора раза. Пока варится наш булгур, мы займемся грибами. Шампиньоны добавляем на раскаленную сковородку. И будем их выпаривать от влаги. А потом уже добавлять все остальное. Влага выпарилась. Теперь добавляем растительное масло. Перемешиваем. И теперь специи. Щепотку мускатного ореха. И итальянские травы. Тоже щепотку. Процесс пошел. Овощи готовы. Перекладываю их в отдельную посуду. В этой же сковороде на сливочном масле обжариваю булгур 3 минуты. Добавляем теперь в грибы 100 миллилитров сливок. Это примерно пол пачки. Булгур обжарился. Добавляем стакан кипятка. Аккуратненько. И тушим до готовности. Булгур готов. Теперь соединяем его с грибами. И теперь те сливки, которые у нас остались, те 100 миллилитров, добавляем сюда. И перемешиваем. В процессе все пробуйте на вкус. Если нужно, добавьте чуть карри, соли или итальянских трав. Выключаем плиту. И добавляем петрушечки. Перемешиваем. Плиту тебе я уже выключил. Спасибо. И финальная сырная нота. Добавляем сюда тертый сыр. И перемешиваем. Блюдо готово. Поэтому балл за скорость я у Юры все-таки отжал. Булгур готов. Добавляю овощи. Перемешиваю. Это импровизация. Сюда можете добавить любые приправы, которые вам нравятся. Вначале для сочности на дно баклажана выкладываю чуть-чуть сливочного масла. И фарширую баклажаны. 180 градусов духовка. И запекаем 20-30 минут. Это программа «Дело вкуса». Сегодняшняя тема, главный герой, вернее, булгур. У Юрия Чернявского булгур запеченный в баклажанах. У Юры Зайца булгур, приготовленный с грибами. У нас шампиньоны. В сливках, с сыром. Совершенно другие вкусы и приправы тоже. Рассказывай. Да. В начинке с баклажан, потому что у нас же горшочки баклажановые. У Юры керамические, наверное. Сладкий перец. Чувствую. Приправочки разнообразные. Чувствую. В том числе итальянские. Вкусно. Вкусно-нежно. Немножко сыра тертого добавить. Туда же. Угу. Есть. Вкусно-нежно. Вкусно и нежно, действительно. Я даже не сомневался. Но вкуснее здесь. Вот в этом блюде не факт. Запах грибов я уже почувствовал. Ты-то знаток турецкого булгура. Он так рядом мимо проходил. Ну, совершенно другое дело. Согласны? Сливки, грибы. Это абсолютно разные вкусы. Вы сейчас сами попробуйте и убедитесь. Кстати, предлагаю. Ну-ка. Ну что ж, попробую. Начну со своего. Ну что, плов с грибами нормально. Похоже на плов, кстати. Ну, у булгура, конечно, отрисов. Мне вполне нравится. Хотел сказать, что мне вполне не нравится. Но промолчу, потому что оно достойное. Ладно, я буду честен. Так уж и быть. Оба варианта, они вкусные. Конечно. Давайте решим, какое блюдо будем первым подавать, Джули. М-м-м, его. Ну, хорошо. Разберемся. Как же вы изощряетесь. А, молодцы. Красиво же. Мне немножко непонятно, почему Мирослав, говорит, обращается на ваше, мое. Тут в единственном числе. Изощренное? Баклажан фаршированный? Да. Попробуем. Мне так не хочется эту красоту нарушить. Хорошо, попробуем потом. А то что? Можно. Это, пожалуйста, свою тарелку. Нет, надо копать глубже. Потому что сверху оно запеклось, и невозможно оценить. Алла, копай. Ты в этом большой профессионал, судя по твоей передаче, шесть соток. Копайте, Алла, копайте. Это вкусно. Так. Что там? Я не поняла, это грибы? Я предположу, что баклажаны в себя впитали разные. Впитали вкусные. Вкусные грибы, которые жарились рядом. И вот получились у тебя грибной вкус. Да, пусть будет так. Ну, между прочим, есть такое блюдо синее, как грибы. Поэтому неудивительно, что я ошиблась. Но на самом деле по вкусу напоминает действительно обжаренные шампиньоны. Да, очень-очень интересный, сбалансированный вкус. Очень. Можно соли, но это вкусовщина лично моя. И майонеза, кетчупа побольше, тоже моя. Туда сметаны бы, и может быть, туда это бы помогло бы. Ничего не надо. Я думаю, что это чернявский. Я думаю, что это чернявский. И ты думаешь так? Да, я подумал, что это чернявский. Первая мысль. Вот у меня тоже первая мысль приходит, я потом ее не отгоняю. Это чернявский. Бинго, смотри, наконец-то. Одно мнение и сразу в точку. Я за вкус ставлю 10 баллов. Не буду кривить душой, мне понравилось. Подача. Ну, подача даже вот безоговорочно 5 баллов, потому что это настоящий шедевр кулинарного мастерства. Молодцы. Ведущая, кто там помогал? Отлично. Так, и дополнительно 1 балл. Ну, за вот эту загадку я ставлю, что я не угадала, что там внутри баклажана. Мне показалось, что там грибы. Это тоже было приятным сюрпризом. Я ставлю за это 1 балл. Я под большим впечатлением от блюда. Мне очень понравилось. Оно необычное. Я так думаю, что оно даже сложно было приготовлено. Я поэтому сразу же дополнительный балл поставлю. Вот просто за вот это вот, за эти эмоции, за атмосферу. Подача пятерка. И вкус, как я сказал, сбалансировано, идеально, великолепно. Я поставлю 9 баллов для интриги. Это что за высокая кухня? Это что за великолепие? Нет, это великолепие. Вот реально я бы устраивала конкурс по оформлению блюд. Это вот реально произведение искусства. Подача действительно лучшая. Да ладно. Прикажу подача. Подача. Сейчас будет себе подача. Три звезды Мишлен, пожалуйста, мне. А что три только? Пять давай. Как в отеле пятизвездочном. Три потухшие звезды. Три потухшие звезды. Только не пой. Хорошо. Вкусно. Мне нравится аромат грибов. Грибы с шпинатом хорошо гармонируют. Грибы со шпинатом – это прям вот уникальная находка, я считаю, и хорошее сочетание. Но в самом вот этом блюде мне чего-то не хватает. Кетчупа с майонезом. Нет, не кетчупа с майонезом. Не знаю. Когда говорят про твое блюдо, чего-то не хватает, у меня же бальзам посел. Как я люблю эту фразу. А кто приготовил? Ну, заяц, если первое блюдо приготовил чернявский, то это приготовил заяц. Это так не работает. Нет, а у меня так работает, я даже по вкусу чувствую, что это заяц. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Ну, мне так кажется. Сложно. Сложно. Ну, я думаю, что все-таки вот это блюдо приготовил чернявский. При чем тут вообще чернявский-то? Ну, вот сейчас, ну, вот я сейчас. Он рядом стоял. Это прям оскорбление в мой адрес, Мирослав. Я не понял, что это было. Ты пропах грибами. Объективно, мне вкус очень понравился. Сочетание грибов, шпината и булгура. 10 максимально. Подача Мишлен, 5 звезд Мишлен. И конкретно за это ставлю 1 балл. За что за это? А за то, что вот мне, у меня атмосфера Мишленовского ресторана. Так, ладно, я тогда тоже начну дополнительно с 1 балла. Вот это вот сочетание грибы и шпината. Это прям вот находка кулинарная. Молодцы. Подача однозначно 5 баллов. А за вкус я ставлю 9 баллов. Мне чего-то не хватило. Простите, ребята, вот не могу понять, чего. 9 баллов. Учись, парниша. Я угадал на 50% статика работы. Не переставайте нас радовать. Мне понравилось. Все идеально. И, короче, приглашайте нас почаще. Мы любим вкусно поесть. Булгур получился сочным, вкусным. Напомню, кто что готовил. Юрий Чернявский приготовил булгур, запеченный в баклажане. А Юрий Заяц приготовил булгур с шампиньонами. Жюри оценило блюда Чернявского и Заяца одинаково. Поставила по 31 баллу. За скорость никому балла не ставлю. За викторину 2 балла честно заработал Юрий Чернявский. Инстаграм от зрителей получает плюс 1 балл Юрия Заяц. Итого счет 33-32. В пользу Юрия Чернявского. Поздравляем! Это было кулинарное шоу «Дело вкуса». Шоу, в котором готовят мужчины. Увидимся на следующей неделе. Булгур, запеченный в баклажанах. У баклажанов срежьте верхушку. Поместите в микроволновку на 50% мощности 5-7 минут без крышки. Ложкой удалите мякоть баклажанов. Оставьте стенки по 1,5 см. Мякоть нарежьте в произвольном порядке и посыпьте солью. Оставьте на 10 минут. Затем промойте и отожмите. Чеснок измельчите. Болгарский перец нарежьте небольшими кубиками. В сковороде на растительном масле слегка обжарьте чеснок. Добавьте мякоть баклажана и сладкий перец. Обжаривайте 5-6 минут до мягкости. Выложите начинку в отдельную посуду. В этой же сковороде на сливочном масле обжарьте булгур 2-3 минуты и залейте кипятком. Томите на среднем огне под крышкой до полуготовности. Соедините булгур с овощами. Добавьте мелко нарубленный базилик. Посолите и поперчите по вкусу. Наполните баклажаны начинкой. В форму для выпечки выложите фаршированные баклажаны с кусочком сливочного масла. Запекайте баклажаны с начинкой 30 минут при 180 градусах. В конце посыпьте тертым сыром. Булгур с шампиньонами. Нарежьте шампиньоны в произвольном порядке. Натрейте сыр. Петрушку мелко нарубите. Булгур обжарьте с карри на сливочном масле 2-3 минуты. Влейте стакан кипятка и готовьте на среднем огне. Посолите по вкусу. Шампиньоны обжаривайте на растительном масле. В процессе обжарки добавьте к ним итальянские травы и мускатный орех. Когда грибы обжарятся, влейте в сковороду сливки. Перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте готовый булгур к грибам соусом. Оставшиеся сливки также влейте для вкуса. И тушите 5-7 минут, помешивая. В конце добавьте сыр и перемешайте. Блюдо готово. Тебе помочь? Юр, не отказывайся, ну соглашайся уже. Рекомендуешь? Я-то помогу, знаешь, когда. Мы знаем, как ты поможешь, но ладно. Я пока нарублю петрушку, ты думай. Хорошо, ладно. Ты сначала со своим закончи. Вот я уже петрушку нарубаю, мы уже разберемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова